МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Здравствуйте! Сегодня мы подготовили для вас особенный выпуск. Более объемный, более аналитичный. Это понятно, ведь самое время подвести итоги года. Каким он был для каждого из нас и Гомельщины в целом? Масштабные проекты, новые объекты, битва за урожай, сразу две политические кампании, выборы депутатов парламента и членов Совета Республики. Но и это еще не все. Полную картину составим вместе. Смотрите в программе. Не сбавляя темпов, уходящий год оказался слишком жарким для зерновых посевов, но инвестиционный деловой климат показали оптимальный градус. Новые детские сады, масштабная реновация сельской школы, современное оборудование в медицинских учреждениях. Социальный ориентир, лучший вклад в будущее. В Новый год по новым правилам. В январе вступают в силу поправки в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Что нужно знать каждому? О молодежной политике, сохранении культурного и исторического наследия. Разговор с новым руководителем отраслевого управления Денисом Езерским. Праздник спорта, дружбы и согласия. Беларусь в уходящем году стала хозяйкой вторых европейских игр. А гомельчане внесли весомый вклад в копилку наград. Мой 2019. Чем запомнится год уходящей жителям региона? Об этом и не только в итоговом выпуске программы «Новости недели». Для экономики Гомельской области этот год был, пожалуй, не самым простым. Особенно это касается сельского хозяйства. В результате неблагоприятных погодных условий, а иногда и элементарного несоблюдения культуры земледелия, полученный урожай оказался меньше, чем планировалось. Но вместе с тем провальным этот год не назовешь. В регионе выполнены практически все доведенные показатели. Мы открывали новые объекты и привлекали инвестиции. Осваивали новые рынки и удивляли техническими инновациями. Под занавес года подведем черту экономического развития региона. Начало 2019-го. На Белорусском металлургическом заводе презентовали новое оборудование по производству металлокорда для крупногабаритных шин. Освоенная продукция обладает повышенной прочностью и представляет собой сплетение большого количества латунированных нитей. Ключевым потребителем данного металлокорда является компания «Белшина», по заказам которой на сегодняшний день освоено 9 конструкций. Вместе с отгрузкой на внутренний рынок металлокорд БМЗ экспортируется в Россию, Германию, Чехию и Францию. В мае 2019-го много говорили о планах. В этом месяце в Гомеле прошел 16-й экономический форум. Его работа завершилась проведением круглого стола с участием руководителей официальных делегаций и представителей дипломатических миссий. В зале торжественных приемов Дворца Румянцевых и Паскевичей представители России, Украины, Армении, Молдовы, Польши и Узбекистана. Глава представительства Нижегородской области в Беларуси Сергей Петров на форум приезжает не впервые. Причем это не протокольные визиты. Сейчас партнеры стремятся довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Гомельский экономический форум способствует реализации этих планов в более короткие сроки. Товарооборот между Республикой Беларусь и моей Нижегородской областью в прошлом году это составило 945 миллионов долларов. Это мы строим атомную станцию, наш научно-исследовательский институт атомного проектирования. Мы плотно работаем с Гомельсельмашем. Экономический потенциал региона представили на юбилейной 20-й международной выставке «Весна в Гомеле». Это уже доказано на практике. Здесь действительно находят деловых партнеров и устанавливают стабильные коммерческие связи. Курская инвестиционно-строительная компания «Инженер» седьмой год сотрудничает с Мозерским домостроительным комбинатом. На выставку приехали показать себя, поддержать партнера и ознакомиться с другими предложениями. Почему с Мозыря в Курск все-таки большое расстояние привезти панели? Оказалось, что выгоднее, чем купить у своих собственных поставщиков, которые находятся в нашем городе. И такого качества, как делают мозырские ДСК, никто не может, даже в ближайших регионах к нам, никто не может предложить такого. Серьезный разговор о развитии агропромышленного комплекса во время июльского визита в Ветковский район президента Беларуси. В хозяйстве «Радуга Агра» обсуждаются перспективы развития акционерного общества «Гомсельмаш». На предприятии разработаны новые образцы зерноуборочной техники, которые уже выходят на поля. В частности, президенту рассказывают о так называемом полугусеничном комбайне. Передние колеса у него заменены на специальные гусеницы, что позволяет работать на переувлажненных землях. Основанием применения полугусеницы явилась ситуация, которая сложилась в Республике Беларусь в 2017 году. Мы знаем, что на Витебщине из-за обильных осадков 50% земель были сильно переуложненные, и обычная колесная техника не могла зайти в поле, чтобы убрать уже созревший хлеб. Реализация инвестиционных проектов, экспорт продукции и внедрение энергосберегающих технологий. Эти вопросы в центре внимания премьер-министра страны Сергея Румаса, рабочий визит которого в Гомельскую область состоялся в конце октября. Сегодня продукция Реческого завода по производству плит МДФ-ХДФ акционерного общества Гомель-Древ поставляется в 16 стран мира. Этот инвестпроект реализовали в 2015 году. В прошлом году вышли на проектную мощность. Премьер-министру называют цифры. Оборудование по выпуску плит МДФ-ХДФ эксплуатируется даже в более значительных объемах, чем было предусмотрено проектом. И что особенно важно, без потери качества. Количество переходов в этом году мы уменьшили по согласованию с Белорусской лесной компанией. И за счет того, что уменьшено количество простоев по вспомогательному обслуживанию, хотя технический регламент выполняет 100%, загрузка оборудования в среднем за 9 месяцев составила 107%. Серьезный разговор о сельском хозяйстве на областных дожинках в Речице. Праздник работников села – хороший повод провести анализ работы отрасли. До заветного миллиона тонн зерна не хватило совсем чуть-чуть. Хотя и при этом в Мозырском районе урожай зерновых увеличился вдвое, в Наравлянском – на 80%. Самая высокая урожайность – почти 30 центнеров с гектара в Реческом районе. Погодные условия не позволяли. Мы 1 июля получили такой большой штормовый удар по нашим зерновым культурам. Но мы выстояли, наши механизаторы, растеневоды, животноводы достойно справились с теми трудностями, которые были. Ну и будем продолжать нацелены на то, чтобы увеличить производство в следующем году. Среди хозяйств лучший по производству зерновых совхоз комбинат «Заря» Мозырского района. Лучший старший комбайнер – Василий Коваль из агрокомбината «Холмич» Реческого района. Лидер среди водителей по перевозке зерна – Владимир Бондаренко из Ксуп Велетин, что на Хойникщине. Что касается производства продукции животноводства, здесь победителем назван Мозырский район. По словам руководства региона, особых секретов успеха нет. Необходимо добросовестно работать и не нарушать технологии. Это вообще, похоже, самое больное место регионального АПК. Недостаточно четкое соблюдение всех технологических требований. Отсюда и результат. В том же Мозырском районе заработают, по правилам, средняя зарплата в сельском хозяйстве – около 1100 рублей. У наших людей это получается, потому что они очень ответственно относятся к порученному участку. И, добавляя каждый год, позволяют себе наращивать и объемы производства, и объемы реализации. Это, прежде всего, их заработная оплата. За последние 8 лет Гомель четыре раза становился лучшим городом для ведения бизнеса. И пять раз признавался лучшим областным центром Республики Беларусь по благоустройству. Хотя порядок наводят и поддерживают не только в Гомеле. Диплом победителя областного соревнования по благоустройству второй степени в этом году получил Петриковский район. В 2019 году в Петрикове было шумно и оживленно. По сути, создавался совершенно новый город. За свою многовековую историю Петриков, наверное, впервые пережил реконструкцию такого масштаба. Заменены километры инженерных коммуникаций, отремонтированы объекты уличной дорожной сети и жилищного фонда. Произведено благоустройство центральной площади и парковой зоны. Появились новые площадки для занятий спортом. В городе строится жилье. Вместе с жильем в новом микрорайоне строится инфраструктура. Соответственно, дороги, улицы, дворовые территории, объекты торговли. Так что развитие в городе будет. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Валерий Копанько. Новости недели. Инвестиции в Гомельскую область. По их привлечению в экономику наш регион один из лидеров в стране. Для области это и поступление валюты, и новые рабочие места, и уникальные производства, и импортозамещения. Скажем прямо, у инвестора свой интерес. Значительные вложения приходят туда, где как минимум стабильно. О том, почему регион все привлекательнее для зарубежного капитала, и о том, как инвестиции меняют облик городов и даже влияют на настроение людей. Интервью с главой администрации СС Гомеля-Ратон Антониной Ежовой. Антонина Изотовна, добрый день. Рад видеть студию «Беларусь-4». Здравствуйте, Александр. Ежегодно растет число резидентов свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Безусловно, это не может не радовать. И все же буквально тезисно в самом начале, чем привлекательна для инвесторов наша приграничная Гомельщина. Да, действительно, мы каждый год регистрируем новых резидентов. Это порядка 6-7 резидентов. В этом году мы зарегистрировали 6 новых резидентов свободной экономической зоны. Но чем привлекательна Гомельская область? Это прежде всего географическим положением. Очень близко мы находимся в 50 километрах от Российской Федерации и 50 километров с Украиной. Затем у нас находятся 7 университетов в Гомельской области. Это всегда инвестор подчеркивает высокую квалификацию наших кадров, не только инженерно-технических работников, экономистов, но и рабочие специальности, которые выпускаются колледжами. Начинать по понятным причинам всегда непросто. Какую поддержку готовы оказать вы и ваши коллеги на старте бизнеса? Администрация свободной экономической зоны является одним окном для инвестора. Когда к нам обращается инвестор, мы все его просьбы удовлетворяем. То есть мы подыскиваем площади, регистрируем в течение одного дня любое предприятие, ну то, которое соответствует, конечно, законодательству Республики Беларусь по регистрации в качестве резидента свободной экономической зоны. Пишем бизнес-план по договору с инвестором, размещаем его и затем сопровождаем проект за весь период реализации этого проекта. Мы участвуем во всех вопросах, проводим учебные различные мероприятия, встречи с таможенными органами, с налоговыми, ну и так далее. Начиная с 98-го года выделялись площади, незадейственные производственные складские помещения, которые организовались, ну, можно сказать, уже с 90-го года после развала Советского Союза. Это и Коралл, это и Радиозавод, и Кристалл, ну и ряд других площадей, где можно дать быстрый старт любому инвестпроекту. То есть это готовая коммуникация, это плюс для инвестора? Да, прежде всего. Ну и для того, чтобы был дан быстрый старт, достаточно, может быть, небольших площадей, которые в дальнейшем они что-то пристраивают, делают новые проекты. Успешных примеров такого перерождения производственных площадей, неиспользуемых, достаточно много, не только в Гомеле. Ну и в Гомельской области, да, можно привести ряд примеров, это и Белстеклопром, и Бекерсистема, Везаге, Фрешпак Солюшенс. Это я не называю даже, как называется проект, потому что мы неоднократно говорили об этих предприятиях. Это немецкий капитал и французский капитал Комконт, он тоже располагается на бывших площадях. Делком-40, пусковые двигатели, 55 тысяч квадратных метров. И в этом году мы зарегистрировали новое предприятие, это Мозорский лесозавод, где они выкупили 44 тысячи квадратных метров неиспользуемых производственных складских помещений в Мозоре, бывший спиртоводочный завод. Это тоже очень важно для Мозоря, потому что действительно это такое предприятие, которому не надо уже такие большие площади, которые нужны были ранее для выпускаемой продукции. И все-таки справедливости ради, как мне кажется, в первую очередь, наверное, для администрации свободной экономической зоны было бы проще пустить строить с нуля инвестора. Все-таки это принципиальная позиция региона, как понимаю? Да, это сложившаяся практика, и можно сказать, что это принципиальная позиция. Конечно, проще предложить инвестору строиться с нуля. Мы предлагаем, тоже такие у нас участки есть, но их не так много. Это у нас есть в Рогачеве такие участки, два участка где-то в Гомеле. Но, однако, мы больше упор, так сказать, делаем на свободных площадях, для того, чтобы возрождение этих площадей проходило. Ведь смотрите, на бывших площадях Коралла 18 предприятий резидентов СЭС находятся. Построена дорога, на радиозаводе 6 резидентов. И вот сейчас, в этом году уже проводятся переговоры с крупной компанией «Фасинг» польской. Приезжал президент этой компании по выкупу 18 тысяч квадратных метров площадей на радиозаводе и размещение нового производства цепей для горнодобывающей промышленности. Тоже будут созданы новые рабочие места, инфраструктура новая. Уникальное производство в том числе. И уникальное, да, для Республики Беларусь. Это новое производство. У нас таких нет производств, которые мы планируем. Оно будет в следующем году создано. Другими словами, инвестиции сегодня помогают не только менять облик городов, но и напрямую влияют на настроение людей. Ну, конечно, это прежде всего, я бы сказала, влияет на настроение людей. То есть, если человек получает достойную заработную плату, что инфраструктура улучшается, он гордится тем предприятием, на котором он работает, он рассказывает детям, внукам о нем. Ну, поднимается настроение. Да и вы, со своей стороны, улучшая инфраструктуру того или иного резидента, даете возможность пользоваться ей и жителям города? Конечно, всем жителям города. И я часто слышу, я как депутат областного совета по Первому Олимпийскому округу, как раз там, где находится свободная экономическая зона. И часто слышу от наших жителей города, что очень хорошо, что строятся новые дороги. Вот по Кораллу четырехполосная дорога построена в этом году, в районе Алкопака будет сдана в эксплуатацию. Новая дорога, то есть это идет разгрузка основных магистралей на второстепенные дороги, так мы их назовем, на радиозаводе в этом году. Ну, возле радиозавода, это объездная 9, новая дорога вводится в эксплуатацию. Тоже очень хорошая инфраструктура, там с хорошей стоянкой, потому что там находятся, конечно, крупные наши предприятия, и Веза, и Фрешпак, и тот же радиозавод, и ФБА, который шьет бронежилеты. Ну, то есть это интересное производство, и теперь инфраструктура там будет, будут автобусные остановки новые. Антонина Изотовна, желаю успехов в новом 2020-м. Спасибо. До новых встреч в эфире. Спасибо огромное. Спасибо, до встречи. У каждого из нас свои мечты и представления о том, что такое счастье. Для одних это новая машина, квартира или путешествия, для других – здоровье или внимание. А еще, когда видишь, что от твоих стараний, способностей и усилий, счастливее становятся другие люди. В этом году счастливее стали родители, для чьих детей построили новые детские сады и школы. Помощь пришла к людям, для которых в больницах открыли новые специализированные отделения и купили аппаратуру, о которой давно мечтали врачи и пациенты. Счастливее стали девочки и мальчики, для которых, благодаря акции «Наши дети» проводят новогодние елки, утренники, балы. О том, почему социальный вектор традиционно приоритетный для государства и о том, что помогает тем, кто в этом особенно нуждается. Марина Джалая с сюжетом. Подвести итоги социального развития – это не просто перечислить приобретенное оборудование, открывшиеся объекты, не просто пройтись по географии и суммам. Итоги – это и реакция взрослых и детей на то, что делает для них государство. Да, иногда не теми темпами, как хотелось бы, растут сады и школы. Но когда социальный вектор остается приоритетным, это важно. В эти дни в каждом уголке области проходит национальная акция «Наши дети». Мы, журналисты, уже привыкли во время новогодних праздников снимать множество сюжетов на эту тему. Дети, елки, подарки. Казалось бы, и в этом году все как обычно. Но нет. Было чем удивиться и чем растрогаться, о чем задуматься и что переосмыслить. В социально-педагогическом центре, например, куда с поздравлениями и сюрпризами приезжал помощник президента Республики Беларусь инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, временно живут дети, изъятые по разным причинам из своих семей. Их не по-детски серьезные лица озарялись светом и радостью. Дарить таким ребятам праздник – благородное дело. Радостные и волнительные моменты пережили и ребятишки из Петриковской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи. К ним приезжал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник. Он побывал на новогоднем утреннике и проследил, как в интернате провели модернизацию. Дети ждали гостей и загадывали свои заветные желания. Взрослый, который дарит праздник ребенку, и сам наполняется ощущением счастья. А если этот праздник проходит в таком волшебном месте, как цирк, тогда атмосфера новогоднего чуда обеспечена каждому. В такой сказке побывали дети, которых пригласили на губернаторскую елку. По традиции праздник проводят для школьников, отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Десять самых одаренных ребят получили подарки в самых торжественных обстоятельствах прямо на арене цирка из рук главы региона. А еще в 2019 году в социальной сфере происходили такие важные события, которые касаются многих из нас. Открывали сады, школы, спортивные объекты, новые отделения в больницах, приобретали необходимое медицинское оборудование, проводили уникальные операции. Год начался с установки в Гомельской областной клинической больнице четырех новых аппаратов УЗИ. Это стало подарком учреждению к 75-летию от руководства облсполкома. Оборудование было очень необходимым, ведь за медпомощью в приемное отделение в год обращаются около 70 тысяч пациентов. В январе здесь же открылись два новых отделения – аллергологическое и теракальное. А в мае в областной больнице еще одно событие – открылось второе операционно-нейрохирургическое отделение. Это позволило реализовать проект, не имеющий аналогов в Беларуси. Гомельская область сегодня единственный регион страны, где создается комплексная система от медицинской до социальной и при возможности трудовой реабилитации людей, перенесших тяжелые травмы на позвоночнике. Кстати, совсем недавно нейрохирурги Гомельской областной клинической больницы напечатали фрагмент позвоночника на 3D-принтере и провели уникальную операцию. Это первый подобный опыт в Беларуси. А в областной детской больнице осенью начали делать операции на грудной клетке, которую до этого проводили только в Гродно. Здесь же за японский грант купили эндоскопическое оборудование. Теперь обследование детей проходит более информативно. При проведении гастроскопии на большом мониторе сразу видны самые минимальные отклонения. На Мазурово в Гомеле завершается строительство поликлиники. Она начнет работать в следующем году. Уже начинается приобретение медицинского оборудования. Особое внимание и созданию безбарьерной среды как снаружи поликлиники, так и на всех восьми этажах. Новое отделение медицинского оборудования появилось и в регионах. В Мозырской больнице в этом году открыли межрайонный кардиологический центр. Специалисты могут проводить коронографию для исследования сосудов и стентирования. В Мозыре обновили и оснащение детской больницы. Теперь здесь есть два новых аппарата ультразвуковой диагностики, аппараты для холтеровского мониторирования КГ и суточного измерения артериального давления. Здесь же в Мозыре в сентябре после реконструкции открыли бассейн. Он, кстати, оборудован всем необходимым для занятия людей с ограниченными физическими возможностями. А еще в этом году счастливее стали родители ребятишек, которые могут водить своих детей в садики около дома. Один из них открылся на Дубравной в 104 микрорайоне. Проект дошкольного учреждения нетипичный, и это заметно даже по дворовой территории. Таких игровых площадок в Гомеле больше нет. В Новобелецком районе открылся и еще один яслий сад. Его построили еще в 1962 году. А через 45 лет из-за ухудшения демографической ситуации учреждение оказалось невостребованным, и его передали в подчинение соседней поликлиники. Современная застройка Новобелецкого района, здесь сегодня сразу три новых микрорайона, составила власти пересмотреть приоритеты и реконструировать здание снова под воспитательное учреждение. А в Ветковском районе подготовили подарок для ребят постарше. В агрогородке «Радуга» после реконструкции открылась школа. Теперь здесь есть множество кабинетов и помещений, которых раньше не было. Например, учительская, кабинет директора, психологической разгрузки, актовый зал. Всего в школе 109 детей. Но благодаря тому, что «Радуга» разрастается, о чем в том числе свидетельствует и жилищное строительство, учащихся в школе с течением времени станет больше. Принять учреждение сможет до двух сотен ребят. В следующем году новая школа появится и в 21 микрорайоне Гомеля. Марина Джалая, Новости недели. В Новый год по новым правилам. В январе вступают в силу поправки в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Законодатели подчеркивают, работа проделана масштабная. Изменения претерпели 160 статей. Документ обновился примерно на 40% и стал ближе к современной жизни беларусов. В числе самых обсуждаемых новшеств обновленный подход к заключению контрактов и введение отцовского отпуска. Эти и другие законодательные инновации мы попросили прокомментировать председателя Гомельского областного объединения профсоюзов, члена Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Алексея Неверова. Добрый день, Алексей Николаевич. Рад видеть в студию «Беларусь-4». В январе вступают в силу поправки в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Какие нововведения оказались наиболее долгожданными для беларусов? Ну, нововведений много. Я бы отметил несколько таких основных, которые в первую очередь, наверное, волнуют наше население и работников на предприятиях. Первое, что я, конечно, определил одну из самых основополагающих, что, в принципе, достигнуто и будет действовать с января 2020 года, это механизм продления либо заключения новых контрактов с добросовестными работниками. Второе, это, опять же, определение механизма применения ограниченной материальной ответственности к работникам. Что это значит? Существует декрет номер 29, существует Трудовой кодекс. В настоящее время не совсем равные права у работников, которые работают по трудовому договору либо по контракту. Это урегулированные, сейчас они останутся в правах одинаковых. Третье, это механизм, опять же, неприменения к работнику тех штрафных санкций, которые применяются к юридическим лицам в случае нанесения материальным ущербом предприятия. Вот с введением нового кодекса к работнику, который допустил данное нарушение, будет применяться норма, по которой работник будет выплачивать лишь только сумму основного ущерба. Те санкции, которые будут применены к юридическому лицу, к предприятию, будет выплачивать только предприятие. Ну и такая, знаете, популярная норма, которую вступил, это родительский отпуск или отцовский отпуск, как он называет так. Достаточно много в сети об этом говорили в белорусах. Значит, в настоящее время папы, отцы в течение шести месяцев после рождения своего ребенка имеют право взять двухнедельный отпуск для помощи маме в воспитании ребенка. Вот такая норма, которая, в принципе, рождена была по потребности наших людей. Да, эти две недели человек будет брать за свой счет. Но это тоже все-таки хорошая возможность и помочь супруге. Но это его право и обязанность нанимателя предоставить. Вот на что надо акцентировать внимание. Более детально предлагаю установиться на обновленной контрактной системе. Какая задача в первую очередь должна решать эта поправка в законопроект? Ну, если кратко, я скажу, что и на сегодняшний момент, и в январе 2020 года также будет действовать положение контрактной системы. Это заключение контракта от года до пяти лет. И если вы поступили на работу впервые, с вами заключили контракт на один год, предположим, вы этот год отработали как дисциплинированный работник, без дисциплинарного заскания, значит, вы имеете право написать заявление о продлении с вами контракта на оставшиеся четыре года до стечения пятилетнего срока контракта. Наниматель обязан с вами продлить этот контракт по вашему желанию на четыре года. Но если были дисциплинированные заскания, значит, наниматель стоит своего права не продлевать. Это дисциплинирует и работника, и нанимателей в том числе. Все должно быть в равных правах, и работник должен знать, что если он добросовестно отработал этот год, значит, иметь право на максимальную возможность о продлении контракта. В случае заключения контракта на новый срок, добросовестный работник имеет право рассчитывать на заключение с ним нового контракта до трех лет, либо же заключение трудового договора бессрочного. Справедливости ради стоит отметить, что Федерация профсоюзов при разработке законопроекта, а это, как понимаю, и 2018, и 2019 годы, внесла около 40 предложений по шлифовке 30 статей кодекса. Все верно? Конечно. Эта работа, я бы сказал, колоссально проведена. Она продолжалась около двух с половиной лет с участием как специалистов с регионов, так и при помощи, обязательно, конечно, парламентариев, и администрация президента участвует в этом активно, а также Совет министров. Поэтому это коллективная работа, но в то же время инициатором была Федерация профсоюзов Беларуси. Я считаю, что очень хороший получился кодекс трудовой, который в полной мере на сегодняшний момент защищает права как работников, так и нанимателей. В 2019-м вы были избраны членом Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. Какие задачи перед собой лично ставит сенатор Алексей Неверов? Задача главная – оправдать то доверие, которое было оказано мне депутатами Городского совета депутатов. И в полной мере использовать тот потенциал, который у меня, надеюсь, есть, для непосредственной функции разработки и принятия новых законопроектов, которые так необходимы для жизнедеятельности нашего общества. Я вхожу в комиссию по законодательству и государственному строительству. Это как раз вот та комиссия, которая будет заниматься непосредственно вот этими всеми нормативными актами. Ведь 5-го числа при встрече президентом с парламентом, как 6-го, так и 7-го созыва, было сказано о том, что предстоит работ очень много в законотворчестве. Это пересмотрение норм Конституции нашей действующей. Пришло время к этому. Это, наверное, и закон об управлении самоправления, это и государственная служба и так далее, и так далее. Очень много таких значимых нормативных актов. Наша роль, самое главное, я считаю, всех депутатов от регионов, это донести до центра именно те проблемы людей в регионах, которые необходимы для разрешения с помощью принятия тех законодательных актов. Задача сделала эти документы, максимально приближенные к жизни. К нашим местам, откуда мы сами родим. Что ж, Алексей Николаевич, спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Десятки театральных и кинопремьер. Выставок, концертов и презентаций. Каждое воскресенье мы знакомили вас с самыми актуальными культурными событиями региона. А в этом выпуске подведем итоги яркого калейдоскопа. Какими проектами в области искусства запомнится 2019-й, расскажет Анна Корольчук. Буквально каждую неделю гомельчане и гости города могли посетить одну, а то и несколько новых экспозиций. Вологодское кружево и дядьковский хрусталь, литографии Пикассо и Анрида Тулуз-Латрека, иконы и фотографии, выставки антиквариата, кукол, скульптуры и, конечно, живописи, чего мы только не видели. Впервые в области прошли два уникальных выставочных проекта «Я художник, я так вижу» и «Я Мане, я Шишкин, я Малевич», в которых участвовали любители и профессионалы всех возрастов. Также гомель присоединился к международной акции «Ночь музеев». Она растянулась на два вечера и объединила четыре культурных учреждения. У картины галереи Гавриила Ващенко прошел арт-пикник. Музей истории города гомеля посвятил акцию традициям Китая и Беларуси. В филиале ветковского музея предложили гостям народные песни и танцы, а во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялся «Сиреневый бал». Масштабно прошла в областном центре и акция «Библия ночь». Форум книголюбов в этом году пришелся на пятницу 13-е, поэтому его посвятили мистической тематике. Кстати, Центральная городская библиотека имени Герцена отметила вековой юбилей. Именно в Герценке комплектуются книжные фонды всех городских библиотек, создают электронные ресурсы и базы данных. Читательский билет здесь ежегодно вручают 14 тысячам гомельчан. Сто лет исполнилось культурной жемчужине Гомельщины дворцово-парковому ансамблю. Он входит в топ-5 музейных учреждений Беларуси и ежегодно его посещает более 300 тысяч человек. Юбилей учреждения отметили международной конференцией, торжественным собранием и серией выставок коллекции музея к столетию музея. Культурную жизнь региона невозможно представить без фестиваля. Год стартовал рождественскими колыбельными, совместным проектом библиотеки имени Герцена и Свято-Никольского мужского монастыря. Флоресцентные танцы, созданные из лучей картины и тысячи огней, подарил гомельчанам 4-й Гомель-Лайтфест. Праздник белорусского шелка «Льняная карусель» в третий раз принимал гостей из России, Украины, Бельгии и Австрии. А в Калинковичском районе прошел 9-й республиканский фестиваль народного юмора «Автюки». Славянские литературные дожинки 2019 собрали 150 участников из Беларуси, России и Украины. Первый международный фестиваль искусств «Гомель-Фест» объединил 2000 участников, которые соревновались в пяти номинациях. Завершился год славянскими театральными встречами. На сценах областного центра за пять дней зрители увидели 10 спектаклей. В рамках фестиваля Гомельский областной драматический театр отметил 80-летие. В этом году он порадовал зрителей такими премьерами, как комедия «Ужин по-французски», венгерский трагифарс «Тот, другие майор», трагикомедия «Забыть гирострата», спектакль «Рыба моей мечты» и мелодрама «Девять белых хризантем». Гомельский городской молодежный театр представил постановку «Поветовый лекар», «Социальный гротеск урод» и «Детектив. Последнее дело инспектора Рафинга». Мозорский драмтеатр на суд зрителей вынес спектакль «Мать» по пьесе Карла Чапека. А в театре «Кукол» юные зрители увидели волшебника изумрудного города. С гастролями к нам приезжали Кишиневский молодежный драмтеатр с улицы Рос, Московский театр «Миллениум» и Белорусский государственный театр «Кукол». Купаловский театр с резонансной постановкой «Радио Прудок» по книге Андрея Горвата посетил регион с полейскими гастролями. В этом году белорусскому кинематографу исполнилось 95 лет. Праздник встречали не только те, кто делает кино, но и те, кто показывает его зрителям. В Гомеле юбилей отмечали в старейшем в стране кинозале, который построили в 1911 году. Недавно он открылся после реконструкции. Оснащенный по последнему слову техники, зал рассчитан на 150 мест. В холле разместился кинобар, а на балконе есть место для музыкантов, которые будут встречать гостей в дни премьер. Кроме того, новое цифровое оборудование в этом году установили и в Мозырском кинотеатре «Мир». Есть о чем вспомнить и любителям музыки. Черниговский академический камерный хорн имени Бортнянского привез в Гомель творческий проект под названием «Мьюзика инкогнито», основанный на произведениях неизвестных авторов. Четвертый раз в областном центре прошел фестиваль джазменов, который объединил около 150 музыкантов из Беларуси. Ко дню единения народов Беларуси и России в колледже имени Соколовского выступил народный артист Российской Федерации Василий Овсянников. С Днем независимости Беларуси нас поздравляли группа «Ти не толкай» и заслуженный артист России Валерий Сюткин. Также гомельчане открыли для себя фестиваль «Классика у Ратуши» выступлением «Арт-мюзик-оркестра» и солистки Большого театра оперы и полета Беларуси Елены Шведовой. День города на разных площадках выступали ансамбль «Белорусские песниры», столичные группы «Нави-бэнд» и «Дрозды», а еще российская дискотека «Авария» и народная артистка Украины Таисия Повалий. Международный день музыки праздничным концертом открыла 83-й сезон «Гомельская областная филармония». Также в октябре в Гомеле прошел пятый форум классической музыки. Бенефисом отметила 30-летие творческой деятельности заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер камерного хора областной филармонии Елена Соколова. Надеюсь, 2020-й принесет нам еще больше ярких впечатлений и незабываемых эмоций. Культурные итоги года для вас подводили Анна Крайчук, Павел Антонов. Специально для программы «Новости недели». Декабрь 2019 принес Гомельщине и ряд кадровых назначений. О них мы уже рассказывали в выпусках новостей на телеканале «Беларусь-4 Гомель». В конце года к исполнению обязанностей приступил и новый начальник управления идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского облсполкома. Им стал Денис Езерский, до этого возглавлявший управление спорта и туризма. Мой коллега Александр Говейко встретился с новым руководителем и попросил его подвести итоги 2019-го и обозначить приоритеты отрасли на год 2020-й. Добрый день, Денис Владимирович. Добрый день. В этой студии в разные годы вы были в разных должностях. От первого секретаря райкома БРСМ до начальника управления спорта и туризма облсполкома. Как понимаю, нынешняя должность не стала кардинально новой сферой деятельности? С одной стороны, да, потому что до начальника управления спорта и туризма я был замглавой администрации по социальным вопросам центрального района города Гомеля и вопросы идеологии, культуры, молодежной политики, религиозных моментов и деятельности общин. Они, конечно, входили в мою компетенцию. Работа в управлении спорта – это своеобразная тоже идеология. И на сегодняшний день от результатов работы управления зависело и зависит в том числе и настроение населения. Мы говорим сегодня о выступлении наших спортсменов на соревнованиях, на олимпиадах, на чемпионатах страны, мира и так далее, Европы. Поэтому фактически далеко я никуда не уходил. И я думаю, что хоть и большой промежуток времени я занимался конкретно определенным направлением, я смогу не то что наверстать, а быстро войти в курс и, соответственно, включиться в работу. Говоря про развитие молодежных организаций и, в частности, самой крупной союзу молодежи, какой должна быть организация в будущем, какой требует уже сейчас ее быть молодежь? Вообще, не только, наверное, это касается Белорусского Республиканского союза молодежи, а любой молодежной организации, которая сегодня действует и работает на территории страны и Гомельской области, в частности, должны быть идеи, должно быть четкое понимание тех задач, которые организация молодежная перед собой ставит. Ну а если мы говорим сегодня о самой крупной молодежной организации, она, конечно, должна быть в авангарде, она должна быть впереди. И вот эти идеи, про которые мы говорим, их не просто набросать и сказать нам, вот этого не хватает, мы вот этого хотим, а на самом деле стать во главе реализации той или иной идеи. Потому что, когда мы говорим о конструктивной работе любого молодежного формирования, мы должны прежде всего понимать, что молодежь надо слушать, молодежи надо помогать, молодежь должна быть задействована, она должна чувствовать свою значимость и надобность. Но наша задача сегодня создать условия, а в нашей стране, я считаю, что условия для самореализации молодых людей созданы, их очень много, но здесь уже дело за молодежью. Еще одно направление для разговора – историко-культурное наследие. Какой видите судьбу объектов, которые годами ждут реставрации и помощи нынешнего поколения? В Гомельской области более 860 историко-культурных объектов, ценностей, которые представляют на сегодняшний день, КЦ, как мы называем. И, конечно, с одной стороны, может быть, это немного, и с другой стороны, это наша история, которая должна быть сохранена для потомков. И надо отметить, наверное, что за последние годы вообще восстановлению со стороны государства довольно-таки большое внимание уделяется. Не буду ходить вокруг да около, скажу только то, что благодаря усилиям облсполкома и заинтересованных в этом году мы закончим реставрацию усыпальницы. А это, поверьте, наверное, один из основных и интереснейших объектов Гомельской области, города Гомель. Это визитная карточка, и я думаю, что любому интересующемуся историей либо туристу покажи фотографию усыпальницы, и люди сразу вспомнят ассоциации, где мы это видели. И, конечно, это станет достоянием, он будет открыт для посещения, и таких объектов в следующем году тоже будет довольно-таки, ну, скажем так, большое внимание уделяться таким объектам. Мы в следующем году закончим и введем в эксплуатацию стоянку первобытных людей в Юровичах, и это объект, который тоже известен каждому белорусу по учебникам истории, и он будет доступен для туристических групп. Мы продолжим реставрацию объектов, которые на сегодняшний день, опять же, находятся в тех же Юровичах и в городе Гомеле, в Мозоре и другие объекты. Я не буду сейчас называть суммы, потому что любой объект такого плана, он намного сложнее в реконструкции и восстановлении, чем строительство либо реконструкция просто объекта. И ему предшествует большая довольно-таки работа, и нельзя просто сходу взять и начинать что-то там красить, штукатурить. И любой историко-культурный объект, объект историко-культурной ценности – это большая, тяжелая работа подготовительная. И надо к чести сказать специалистам главного управления идеологии культуры по делам молодежи, люди не сидели на месте и на протяжении многих лет работали над тем, чтобы шла разработка проектно-сметной документации, чтобы были согласительные документы, чтобы сохранить вот то великолепие. 2020-е в Беларуси – год президентских выборов. Спрошу так. Не за кого, а за что на них будет голосовать главный идеолог области? Я буду голосовать за будущее, я буду голосовать за стабильность, я буду голосовать за сильную власть, я буду голосовать за то, чтобы мои дети понимали, что они живут в спокойном государстве и могли развиваться в нем, учиться, получать образование, заниматься тем, что им нравится. И я считаю, что предстоящее политическое событие – это определенный вызов, да, и обществу в том числе, для того, чтобы все-таки определиться со стратегией дальнейшего развития государства. И в данном случае мы не просто выбираем человека, мы выбираем того человека, за которым мы все пойдем. И мне кажется, что прежде чем каждому сделать выбор, надо все-таки подумать и посмотреть, оглянуться назад. Спасибо вам. С наступающим. Успехов в делах и с наступающим. Спасибо. Вторые европейские игры, чемпионат Европы по борьбе среди глухих, бронзовые медали гомельских волейболистов на Кубке Беларуси, открытие футбольного манежа и лыжи роллерной трассы. Этот год в спорте для гомельщины оказался медальным и значимым. О главных событиях в мире спорта, достижениях наших земляков и новых долгожданных объектах, которые появились в регионе в 2019-м, расскажет Вероника Гомзюкова. Вторые европейские игры – самое масштабное событие спортивной жизни Беларуси. А болеть гомельчанам было за кого? Самое многочисленное представительство в боксе и велоспорте. И, конечно же, в коронной для нашего региона дисциплине гребли на байдарках и каное. Кстати, именно грибцы собрали самый богатый медальный урожай. Открыли счет наградам байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук, выиграв заезд байдарок двоек на дистанции 500 метров. Ольга Худенко стала двукратной чемпионкой игры, показав лучшие секунды в заезде одиночек на дистанции 500 метров. После байдарка четверка в составе Марины Литвинчук, Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой пришла к финишу второй. Чуть позже Ольга Худенко и Марина Литвинчук добавили в свой актив еще и бронзу на 200-метровке. Двукратной чемпионкой стала Литвинчук, оформив победу на стаирской дистанции в 5000 метров. Вошла в число триумфаторов Европеады иконаистка Елена Ноздрева. У нее золото на 200-метровке. Артур Беляков был единственным представителем нашего региона в состязаниях по спортивной акробатике. Его выступление на вторых европейских играх подпадает под определение «триумфальное». В паре с брещанкой Ольгой Мельник гомельчанин завоевал три награды – золото и две бронзы. Двукратным чемпионом европейских игр стал реческий велогойщик Василий Кириенко. В Минске спортсмен повторил свой успех четырехлетней давности на играх в Баку и стал победителем в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Год для Гомельской области спортивной сложился успешно. То, что я сказал выше – это европейские игры. Это такой, можно сказать, контрольный срез, которым мы показали, что Гомельская область не просто способна и может, а она делает и успешно это делает. В этом же году Гомель принял сразу два континентальных первенства по вольной и греко-римской борьбе. Седьмой чемпионат Европы среди глухих спортсменов и третий чемпионат Европы среди глухих кадетов и юниоров. Эти спортивные события не похожи на обычные. Заядлому болельщику они могут показаться слабо эмоциональными. Однако накал страсти здесь иногда покруче, чем в боях МакГрегора. В составе национальных команд приехали атлеты высочайшего уровня. Спортсмены региона показали хороший результат и на национальной арене. В мае гондбольный клуб Гомель стал чемпионом страны в третий раз за последние четыре года. Через неделю женская команда пополнила свою коллекцию четвертым Кубком Беларуси. И вот под конец года волейбольная энергия завоевала бронзовые медали в Кубке Беларуси среди мужских команд. Для нашей команды это вторая бронзокубка в истории. Однако не только спортивными турнирами запомнился этот год. В Гомеле начала работать вторая в регионе лыжероллерная трасса. А под конец 2019-го как будто подарок на Новый год принял первых посетителей футбольный манеж. Лыжероллерная трасса получилась на славу. Ее протяженность 1 километр, ширина 4 метра. Расположена она на берегу Грибного канала. Биатлонный комплекс включает в себя стрельбище на 24 мишени. Впервые использована не традиционная система, а разработка Гомельского домостроительного комбината. Специальные стеновые панели с необходимым покрытием и отделкой для размещения мишеней. Напротив трибуны рассчитаны на 500 зрителей. По краю трассы установлено видеонаблюдение и освещение. Не хватало этого, потому что у всех есть трассы, где тренироваться, а у меня нет. А теперь есть. Еще один значимый объект – крытый футбольный манеж. Длину он 115 метров, высоту 24. Купол имеет два слоя, между которыми циркулирует горячий воздух. Даже при минусовой температуре на улице внутри будет около 15-20 градусов выше нуля. А это значит, что тренировки на траве у гомельских футболистов и воспитанников детско-юношеских спортивных школ перестанут носить сезонный характер и будут проводиться круглый год. К тому же такие благоприятные условия могут привлечь к нам гостей из соседних стран для проведения сборов, а также участия в международных турнирах и соревнованиях. Это были главные события спортивной жизни региона в 2019-м. Впереди не менее насыщенный год. Как минимум потому, что мир в предвкушении Олимпийских игр в Токио. На сегодняшний день у наших спортсменов уже 12 лицензий. Болеем за наших. А мы и дальше будем вас знакомить с яркими стартами и финишами региона. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько. Новости недели. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. В эти праздничные дни возможность почувствовать себя волшебником есть у каждого. И справедливости ради этой возможностью пользуются многие. Тому пример череда благотворительных проектов и акций, которые проходят в эти дни в каждом уголке Гумельщины. В чем заключается та самая философия добра и как подводят итоги года православные жители региона. Об этом интервью архиепископа Гумельского и Жлобинского Стефана. Добрый день, владыка Стефан. Спасибо, что сегодня в этой студии. Добрый день. В конце и начале года все мы в той или иной мере подводим итоги. Что, на ваш взгляд, может свидетельствовать о успешности всего года и успешности, если хотите, эффективности личной? Ну, наверное, в первую очередь человек должен располагать к себе людей добрыми своими делами, добрыми отношениями. И очищать свою душу, если он христианин. Да и любой человек должен идти путем евангельским, путем добра и искоренять из себя в себе поступки, которые бы были негативом для его и для окружающих. И вот успех человека, когда он видит прошедший свой путь, на котором остаются добрые следы, где остается добро, любовь, вера, надежда, где человек может с чистым сердцем к каждому окружающему подойти и сказать, «Христос воскресе, как Серафим Саровский». Это глубина веры и глубина добродетеля души человеческой. А как насчет того, чтобы проанализировать свои ошибки и подумать о грехах? Это ведь тоже подходящее время? Да, потому что приближается праздник Рождества Христова и приближается такой итоговый момент для человека. Если человек христианин, верующий, он пойдет на исповедь. Он увидит прошедший путь, которым есть изъяны и пожелает эти изъяны убрать со своего пути, то есть поисповедоваться и не возвращаться к тем грехам, которые были на его пути. А человек, который может быть и далекий от церкви, возможно, он просто порассуждает, как он прожил этот год, что он сделал хорошее, и наметить, в чем ему надо исправиться. Новый адрес епархиального управления, возведение отца Амвросия в сан епископа. Каким еще был этот год для Гомельской епархии? Первое, что мы с вами праздновали, 20-летие прославления канонизации святого праведного Иоанна Кармянского. Это такая дата большая была для нашей епархии. Вторые даты у нас были это празднование 150-летия со дня рождения нашего первого епископа Митрофана Краснопольского. И столетие с той трагедией, которой оборвалась его жизнь. Также мы с вами еще, и вспоминаете вы владыку нынешнего Амвросия, он решением святейшего патриарха и священного синода возведен в сан епископа Светлогорского векария Гомельской епархии, который является первым моим помощником, моим заместителем. Ипархиальное управление ныне находится по улице Карпоткина 2. Это со стороны Никольского монастыря, что на самом деле сегодня завязало как бы круг, такой комплекс всего монастырского строительства. Духовный центр, если хотите. Новогодние и рождественские праздники, череда благотворительных мероприятий. Вы согласны, что в эти дни на какой-то небольшой отрезок времени, к сожалению, даже взрослые люди становятся чуть добрее, начинают верить в чудеса? То, что мы становимся добрее в эти дни, это очень прекрасно, и то, что мы больше делаем благие дел, это тоже свидетельствует о истине, которая в нашем сердце есть. Наверное, рождественские праздники новогодние, они больше связывают детей, такие семейные, и поэтому проходят благотворительные акции для детей в основном в эти рождественские праздники. В нашей епархии примерно это хватит около трех тысяч детей, всех благотворительных акций, возможно, даже и больше, что говорит о многом, что мы не оставляем ни тех деток, которые находятся в детских домах, ни деток, которые в семьях, в больших семьях, других инвалидов. Все и каждый заслуживает внимания, чтобы и у него было праздничное настроение. Задача поддержать тех, кто в этом особенно нуждается, и подарить частичку добра. Гомельчане это все чаще делают? Как вот ваше наблюдение, о чем говорят? Вы знаете, люди, которые приходят сегодня в церковь и составляют эту церковь, сегодня большинство людей от 20 до 50 лет. И эти люди стремятся, особенно молодежь, очень много есть прогрессивного, когда наблюдаешь, что и там что-то сделали доброе, и там что-то сделали доброе, и какие-то перспективы, планы намечают все. И все время, с каждым годом, этих молодых людей вокруг церкви собираются больше и больше. И я надеюсь, что эти люди принесут такое доброе веяние. Не только будут говорить, что вот священники молятся, но и дела, которые делают эти молодые люди, будут свидетельствовать о истине нашей православной веры. Владыка Стефановна, в завершении хочу попросить вас подвести черту в этом разговоре, для того, чтобы он стал все-таки действительно почвой для размышлений о зрителе. В чем заключается та самая философия добра, о чем обязательно нужно подумать и что обязательно нужно сделать в эти волшебные дни? Хотелось бы, чтобы каждый из нас на мгновение остановился и посмотрел в глубину своей души, своего сердца, что там происходит, с какими мыслями он идет, встречается с ближними, живет в семье, в государстве. И все это как раз и даст ту глубину размышлений, которые приведут человека к добродетели. Спасибо за эти полезные и добрые мысли. Поздравляю и вас с наступающими праздниками. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо, Христос. И всем хочется пожелать нашим телезрителям многое благая лето, крепкого здоровья, чтобы Господь помогал и не оставлял никого, чтобы мы все искали путь к Богу, к Церкви Христовой. Благодарю. 2019-й вот-вот станет историей. Сегодня я и мои коллеги постарались подвести итоги года уходящего и рассказать о значимых событиях и уникальных земляках. Но ведь для каждого этот год запомнится своим. Чем особенно гордятся жители областного центра и о чем мечтают в новом году? Узнаем прямо сейчас. В этом году внучка закончила в Московский университет факультет журналистики. Сейчас она работает в Минске. Приехали из города Сипович на турнир по интеллектуальным играм. Порадовала команда, завоевала пять дипломов. И одна команда, и вторая команда. Ну, в общей сумме пять дипломов. В городе Гомеле, скажем так, проездом, а может даже не проездом, останемся, возможно, навсегда, так как в этом году буквально вот на днях мы приобрели здесь квартиру. Поступила в колледж в городе Единбурге на специальность английский язык. Ничего такого очень плохого не случилось, и это уже радует. И на этом наш выпуск завершен. Сотрудники телерадиокомпании Гомель поздравляют вас с наступающим Новым годом. Пусть в каждый дом он принесет только хорошие новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин